Есть у нас большое расследование или исследование. Называйте, как вам нравится. Но расскажу вам интересное, увлекательное, что мы изучаем последние лет 7, наверное. Попался нам сорт Победа 100. Бразильский и Мексиканский. И, знаете, у них абсолютно одинаковые листья. Вот у нас Победа здесь. Бразильский. И где у нас Мексиканский? Вот он. Вот, смотрите, пучок. Тот, тот и тот. Найдите разницу, почувствуйте разницу. Разницы нет абсолютно. И снаружи, и изнутри листья тоже. Абсолютно идентичные. Это по листве. Единственное, может, чуть-чуть опушенность разная. Нет, они одинаковые. Абсолютно одинаковые. Это я уже сравнивала. Не первый год. Но почему-то мы их не объединили в одну. Мы их хотели одно время объединить в одну группу, сказать, что это Победа. Но почему-то этого не сделали. А почему? Ну, хочется наглядно показать, почему. По урожайности. У нас Победа дает самая низкая урожайность. Затем бразильский, потом мексиканский. Мы так садили в разных местах. Сначала не поверили. Думали, что-то нам показалось. Один год проверили. Второй год проверили. На третий год посадили мы вот в одном месте. Вот на одном поле, в одном месте. Вот у нас три грядки. Сейчас мы их выкопаем. И уже конкретно убедимся. Какой сорт дает какую урожайность. Стоит объединять или не стоит. Ну что, проверяем. Обрезаем плети. Все, уже осень. Несчадно все режем. Кромсаем. Все это обрезаем. И прекрасный корм для животных. У нас зайцы с удовольствием. И куры едят батат зеленую массу просто с удовольствием. Даже говорят, нам не хватает. Даже я могу есть. Очень вкусно. Давай чуть-чуть. Вот эти черешки листовые, они сладкие? А, захрустел. Да я тебя не успела поймать. Солнце светит. Ладно. Вкусно. Ну вкусно. Вкус хвои. Их можно мариновать. Тоже очень классно будет. Жарить. Выкопали мы все три сорта. Победа бразильский и мексиканский. Победа было 17 у нас ростков посажено. Поэтому мы выкопали по 17 ростков. Победа бразильского и мексиканского. Ну, как бы сказать, наглядно видно урожайность. По-моему, видно. Даже невыраженным глазом видно, что победы меньше всего. Не растет она у нас. Хочется отметить, что на этих сортах образуются вены. Это особенности сорта. Характеристика сорта такая. У нас они не образовались, потому что вены в основном образуются после 110 дней. Мы сейчас выкопали на 100 днях. Вот на мексиканском. Видно. Вон они вены начинают образовываться. Но это ничего страшного. Это характеристики сорта. И самое интересное, что мексиканские клубни, ну вот, невооруженным глазом видно, они гораздо крупней. Посажено все в один срок, в одном месте. В один день. Поливалось одинаково. Совершенно. Земля одинаковая. В грядки ничего не добавляли. А вот теперь поставили веса. Хотим проверить по весу. Победа. Что у нас с победой? 10700. Ящики одинаковые. 10700. Бразильский. С землей чуть-чуть. 12400. Хорошо, землю убрали. 12400. 12400. Вот это разница. И мексиканский. Когда копаю, я его тащу все-таки. Здесь сколько? Больше 15. Больше 15 веса до 15 килограмм. Так, а мы будем отбирать сейчас. Отбираем. О, 15 без двух клубней. Вот два клубня. Ну, явно фаворит. Даже через веса. У нас мексиканский сорт дает чуть больше урожай, чем все остальные. Мы их сравнивали. Мы их запекали. Мы их резали. Мы их дегустировали. Что только мы с ними не делали. На вкус, цвет. Они абсолютно одинаковые. Разница только по урожайности. И в разной земле она ведет себя по-разному. Почему мы посадили уже в одном месте. Садилась в разных местах. Но там есть урожай. А в другом месте нету разной. И мы не можем их объединить в одну категорию. Но они разные. Они по урожайности разные. Что, выкинуть сейчас победу и оставить мексиканский вместо победы? Так бы как бы тоже не делается. Поэтому у нас они будут по ходу так и идти. Три сорта рядом. Проверяйте. Может у кого-то выявится закономерность по этим сортам. Что-то в другой земле проявится как-то. У нас вот так. Спасибо за внимание.